наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте его здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели я сразу инициативу перехватываю сегодня потому что хотя событий в мире много и не все приятные но тем важнее моменты действительно достойные и моменты которые мы можем на который отвлечься и поэтому я с удовольствием поздравляю ведущего и человека которым отношусь вообще с огромным уважением это абсолютно искренние слова не только в честь даты поздравляю сергея с днем рождения желаем и прежде всего конечно же здоровья потому что но это самое важное все понимаете чтобы здравый смысл всегда помогал ему миновать все те проблемы которые на нашем пути сталкиваются а в здравом смысле сергея я никогда не сомневался и уверен вы все тоже и конечно желаю чтобы слушателей было как можно больше и чтобы это были слушатели благодарны может быть не всегда согласные но понимающие какое важное дело сергей его команды делают для всех нас во всем мире кстати не только для жителей чикаго и чтобы все кто находится сергеем рядом семья замечательная друзья кошки коты тоже замечательные предчлены семьи чтобы они приносили моему уважаемому соведущему только радость еще раз повторяю это не официальное поздравление это действительно то что я бы очень хотел сказать сегодня сергею спасибо спасибо огромное коль скоро мы об этом заговорили я должен ну во первых вам огромное спасибо иван и огромное спасибо этому ну то есть людям которые которые нас слушают которые следят за тем что мы делают как делаем которые откликаются которые поздравили меня и кто не успел поздравить с днем рождения в соцсетях масса поздравлений я искренне от всей души вас благодарю и я понимаю что их ко мне отношения в том числе продиктовано что со мной работают такие замечательные люди как вы вот это точно абсолютно это ведь не только я мне инстинкт подсказывает с кем нужно работать с кем нужно наводить контакты кого приглашать в программы это только мой инстинкт а уже то что наше радио стало вот таким каким она стала это благодаря всем вам кто ведет эти замечательные программы огромное вам спасибо иван за поздравление и за то что вы делаете за то что вы принимаете за ваши плечи вы тут развернули все ну так оно и есть спасибо 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 мне правда очень приятно это слышать но я на такое не рассчитывал ну ладно тогда мы сейчас чул даун мы начнем говорить о реальных реалиях сегодняшнего дня и мы будем говорить о капитуляции не только элит но к сожалению массовый психоз на таком бытовом уровне когда тысячи людей вдруг становятся на колени посыпают голову пеплом так сказать изменяются непонятно извиняются за то что у них белый цвет кожи это же уму непостижимы когда политики сегодня на капитоле и вся эта банда демократов прежде чем начать якобы работу встала на колени почему но это такой массовый массовый психоз разыгрывается спектакль срежиссированный и к сожалению люди некоторые люди или делают вид что этого не понимает и еще хуже если они этого не понимают вот об этом да совершенно верно благодарю паре новолкову за помощь подготовки выпуска начну я с несколько мрачных нот но такой спойлер обещаю что некоторый повод для оптимизма я все-таки найду и попробую с вами надеюсь своего даже разделиться ну для начала конечно же то что мы наблюдаем сейчас это даже хуже чем сами погромы если вдуматься потому что погромы это естественно отвратительно но погромы если быстро подавить и показать силу показать кто собственно говоря отвечает за закон и порядок то они остаются таким же неприятным эпизодом как и смерть того самого мистера флойда которым мы еще вернемся однако когда эти погромы раздуваются и частично либеральный истеблишмент перед ними капитулируют то есть те кто себя вроде выдают за какой-то там центр мейнстрим и так далее а частично их поощряет и просто-напросто ведет войну против нас с вами и я позволю себе такое обобщение тоже надеюсь вы поймете почему то мы с вами понимаем что система сейчас она действительно рушится и глубочайшему сожалению этот это крушение она на самом деле по сути своей не такое плохое но как и всякое крушение она затронет очень многих и увы вызовет жертв не обязательно даже физических жертв но очень часто люди с вывихнутыми мозгами это люди гораздо страшнее для них смерть мозга сами понимаете гораздо страшнее иногда смерть физической и даже хотя человек может говорить действовать работать но из-за того что мозг выйдя на вот этой вот левой идеологии это человек хуже чем мертвых как фильмах о зомби да они на вас нападают они вас убивают левое действительно превратились в зомби управляемых к тому же людей без мозга без способности хоть как-то критически оценивать ситуацию и нападающие абсолютно на всех кто с ними не согласен при этом нападающие уже не только на словах а как мы все видим и на деле и что делают власти власти либо поднимают руки и находят какие-то общие слова оправдания либо открыто поощряют если посмотреть на политиков сейчас мы говорим о соединенных штатах то мы видим все демократы по крайней мере те которые так или иначе мелькают в телевизоре или в других источниках все за погромщиков слова погромщики естественно не используется используется слово протестующий но и он так скажу хотя даже консерваторы которым от меня тоже достанется а хотя они призывают вот нас давайте делить протестующих погромщиков нет я не вижу смысла их делить и те и другие погромщики по какой причине протесты против чего они простите с правосудия для джорджа флойда какое что вы хотите какое правосудие полицейские арестованы его предъявлены обвинения более того они ужесточены еще что уничтожать полицию как мы уже это видим и что происходит в некоторых городах это вы сливаетесь с погромщиками требовать какие-то реформы это вред для черной же общины о чем тоже чуть позже то есть протестующие погромщики они уже не отличаются абсолютно и будь то черные реднеки пользуясь определением великого томаса соуэлла или будь то белые либералы его книга так и называется и напомню томас соуэлл чернокожий вот это их слияние оно и является кулаком а мозг это средства массовой информации это либеральные политики и вся публика который им сочувствует мне я бы с удовольствием например не пользовался поисковиком я хуком но мне приходится это делать по ряду причин он все таки удобный но там вот если его открывать каждый день как это делаю я это просто напросто громко произвучить на это к сожалению правда это война против администрации соединенных штатов это именно война потому что каждое слово извращается каждое высказывание президента и сенаторов республиканцев или тех кто осмеливается соглашаться с президентом это поддается как расизм диктатура и так далее и тому подобное тогда как любой забытый всеми генерал который когда-то может что-то и делал и я готов признать что в прошлом этих генералов были даже достижения но сейчас когда все они пытаются изо всех сил не потерять свое не свое лицо и не свое имя их они теряют как раз но свое поиск свою позицию в этом самом либеральном истеблишменте этих генералов из гуталина или из где там хранится у нас все старое никому не нужное извлекают чтобы они что-то там проскрепели о том что трамп все делает неправильно при этом либеральный истеблишмент он рушится действительно этого следовало ожидать либеральный истеблишмент он изначально обречен на то чтобы развалиться он весь построен на том чтобы украсть у людей действительно ценности которые люди хотели бы защищать и заменить их красивыми лозунгами и модной тематикой которая меняется каждый день и он рушится и на смену ему неминуемо приходит конечно же диктатура в какой форме она придет и может быть еще и удастся отразить мы конечно это надеемся мы посмотрим на это безусловно диктатура не такая который нас пугают как вот громче всех а диктатуре кричать тех кто ее приводит а диктатура как то что намечается например минеаполисе где уже сказано что полиция не нужна и где глава городского совета глава она по моему лиза бендер в интервью на вопрос журналистки а как быть с людям которых в дома которых будут ламываться бандиты отвечает а эти страхи они это привилегии подумаешь вломятся грабят изнасилуют убьют зато черные не пострадают или еще какие-то меньшинства поэтому кому дело до ваших проблем если в эти граждане которые выступают против полиции они бы заодно предлагали использовать вторую поправку вооружать людей больше внимания уделять свободам граждан возможно что-то в этом было бы но нет мы с вами получим скорее всего созданы ими же патрули из каких-нибудь черных пантера антифы и тому подобных выродков которые будут патрулировать да и их будет гораздо больше проку чем полиция но проку в каком смысле они будут преследовать неугодных и если кто-то сейчас вспоминает это слишком простое простая аналогия но от нее никуда не германию тридцатых годов то да ее пора вспоминать к сожалению именно этого мы и ждем потому что даже если где-то прекрасно душные либералы которые может и не хотят отказываться от полиции но хотят делать какие-то реформы они не понимают простые вещи пострадают от этого кто обычные граждане и как раз те самые чернокожие потому что общеизвестный факт если как только полиция пугается что ее за что-то там будут прижимать и как только каждое действие полицейского оно попадает под тщательное рассмотрение особенно в отношении меньшинств то полицейские просто не будут ничего делать это значит что чернокожие продолжат убивать друг друга чернокожие будут нападать на белых но это никого не будет волновать к сожалению и более того это и полицию не будет волновать потому что полицейские тоже люди они будут бояться что не дай бог если они станут выполнять свой долг то за них им же за это отвечать и знаете я ничего не выдумываю на самом деле то что вам рассказываю это происходило в нью-йорке в конце годов шестидесятых когда мэр линдс и сначала республиканец либеральный а потом демократ он вот как раз с полицейской жестокостью боролся и в результате получилось именно то о чем я говорю вам сейчас при этом заметьте это конец шестидесятых когда у полиции свободы было еще больше и в таких условиях они отказались от своих непосредственных обязанностей и уровень преступности в нью-йорке вырос в огромные в разы десятки в какие угодно там проценты угодно это называйте раз и только джулиане потом удалось это хоть как-то вернуть в исходную позицию это нью-йорк один город и повторяю это конец шестидесятых когда левые только набирали обороты а сегодня это пойдет по всей стране и к глубочайшему сожалению это не только минеапольц это будет в других городах то есть замкнутый круг который естественно выгоден левом и повторяю дальнейшее установление диктатуры под полное одобрение средств массовой информации при этом заметьте я коротко вернусь еще раз к тому с чего все началось сейчас я по-прежнему оставляют целиком и полностью участь чёвана на чтобы суд и следствие это решил но меня очень тревожит чтобы это решение было объективным при таком-то давлении однако все больше и больше экспертов и людей которых я доверяю связанные с медициной и с полицией и которые не стали бы оправдывать чёвана просто так потому что он полицейский но и те кто еще занимается восточной единоборствами вот например говорят что то что он делал это был не удушающий прием и удерживающий и что когда человека душат он не будет кричать я не могу дышать он будет хрипеть и соответственно обвинение уже здесь шатаются там еще раз говорю можно предъявить другие претензии это все суду и следствие но сейчас опять мы видим что очень сильно шатается все что выдвигалась против чёвана и когда ему уже усугубляют вину убийство третьей степени переводится сейчас убийство второй степени но полицейские ветерана они говорят что это доказать будет действительно очень и очень сложно поэтому мы еще посмотрим что здесь будет но заметьте что к чему я хотел это сделать подводку что этот вот крах капитуляции как угодно это называйте мейнстрима в целом увы это касается и консерваторов потому что если вы посмотрите мейнстримные уже можно их тоже так называть консервативные издания туда там есть очень много хороших материалов вот материал про то что я вам сейчас приводил про возможное оправдание чёвана это из national review который очень сильно увы двинулся к центру но сколько консервативных авторов подхватили песню про системный расизм про жестокость полиции и сколько из них начинаются по сию пору свои выступлений свои статьи со слов все мы возмущены убийством джорджа флойда это меня очень напрягает потому что консерваторы всегда были за главенство закона а главенство закона подразумевает то что закон важнее эмоций и что вообще-то вину повторяю и убийство надо еще доказать ну что касается флойда о нем во второй части немного поговорим еще но вот то что этот крах это это сотрясение оно идет не только по либеральному мейнстриму но и по мейнстриму консервативному и то что этот мейнстрим увы в чем-то с либеральным сросся это мы тоже видим с вами и поэтому наблюдать мита ромни кстати он повторяет судьбу своего отца во многом джордж ромни тоже ну он изначально был либералом но в нем видели какую-то надежду консерватив республиканской партии оказалось совсем наоборот и мит ромни у нас теперь тоже соответственно отчасти кстати как не это получается что очень хорошо что он не победил в двенадцатом году до четыре года обама это кошмар но чтобы было при ромни мы теперь тоже трудно себе представить ну ладно это такая ремарка в сторону а так вот с консервативным истеблишментом тоже предстоит некоторые сотрясения но и при этом если вы здесь обратите взоры в европу то там поверьте мне еще хуже в британии вообще не было никаких попыток противостоять вандализму вот в эти выходные в америке хоть вторая поправка вас защищает не везде к сожалению но там где люди вышли с оружием погромщики естественно поджали хвосты а в британии в лондоне или в бристоле там просто был разгул толпы эти дни полиция или падала на колени перед ними или оправдывал их действия не выдумываю или просто ничего не делала и если бы хотят кого-то из британских политиков мейнстримных я услышал хоть слово осуждение в адрес того что происходит в америке нет этого не было и единственное что в европе мне понравилось это в дании вы знаете я слежу за одной небольшой датской правой партии но вот там ее глава кстати женщина убила правда а пернила вермонт она прокомментировала там они были более спокойные в отличие от швеции например но она прокомментировала демонстрацию словами что из-за смерти уголовника где-то в штатах у нас тут люди собираются на митинге того чтобы решать собственные проблемы у меня такое чувство что вермонт единственный может я ошибаюсь но это кого я видел единственный политик в европе которая назвала флойда уголовником даже некоторые консервативные издания этого не делают и второе тут конечно же перевод с датского на английский я не знаю насколько верный она назвала его смерть alleged death что-то такое то есть по крайней мере она отстранилась от всех тех кто с такой готовностью говорит об убийстве джорджа флойда и за это я думаю мы пернили вермонт должны быть благодарны ну вот и теперь раз уж я померут помянул вермонт ее здравую позицию что у меня вызывает осторожный но оптимизм во первых мы сейчас с вами можем наблюдать очень интересный момент а именно окончательный крах марксистской теории о том что пролетарии будут творить какую-то революцию нет рабочие и консерваторы прежде всего из низшего среднего класса и синих воротничков они как раз готовы выйти против левых это мы видим у вас в соединенных штатах это я вижу по своим заочным правдоприятелям в северной ирландии они уже остановили антифу в городе портадаун предупредив что если антифа туда придет и встретит лоялисты кто такие лоялисты в северной ирландии хорошо знают поэтому в белфасте там были демонстрации но пока спокойно и лоялисты они готовы выступать и уж простите меня за прямоту с оружием там про сложнее но при помощи всех подручных средств бить и black life matters и ту левотню которые либо студенты либо и среднего кстати говоря класса в британии футбольные хулиганы оказываются патриотами и британские националисты я знаю националистов звучит плохо но британские националисты зачастую лучшие друзья израиля не все одно очень многие а и вот этот вот союз настоящих американцев настоящих европейцев которых я вам назвал он да для каких-то там интеллектуалов и для чистюль выглядит не очень хорошо но это настоящие люди которые гордятся сова и своим прошлым которые уважают свою историю и которые будут ее защищать от нападок левотни и их боевых сил мне больше не хотелось чтобы обошлось без насилия к сожалению мы видим что левые без насилия обходиться не могут поэтому по крайней мере чтобы это насилие было сведено к минимуму но понимаете у левых могут быть какая-то часть армии какая-то часть полиции средства массовой информации политики все вот это вот но и мы не за что бороться только за свою диктатуру а у всех нас у тех кто есть оружие у тех у кого этого оружия нет но есть готовность противостоять всеми силами левой диктатуре нам есть что защищать поэтому эта борьба будет длинная я так чувствую в ноябре она не закончится хотя победа трампа пусть и трамп некоторые мне не понравилось некоторые высказывания но сейчас нам его победа нужна будем откровенно так вот все равно сила то за нами я здесь обобщаю себя с вами и много будет чуть плохого много будет неприятного но из всего этого настоящие американцы настоящие европейцы и все остальные мы выйдем с честью я даже думаю что с победой но не скоро на этом я вот пожалуй прервусь и передам слово сергею порой смотришь на то что происходит в системе образования в поп-культуре в голливуде в медиа и порой становится совсем тоскливо потом вдруг опять духом воспрянешь и думаешь не 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 сдадимся ну всякое бывало в этой стране страна кренилась резко влево потом возвращалась на свой путь но пару поколений мы наверное большинство из этих поколений мы потеряли к сожалению я не знаю каким образом можно реформировать систему образования с тем чтобы людей в школах учили учили истории учили математики учили английскому я не знаю ну физика химия то есть наукам но к сожалению я где я действительно не знаю как реформировать это попытались администрация трампа попыталась так это расширить возможности так называемых чартерных школ насколько это удается не уверен потому что во многом это зависит от местных властей ну а местные власти как правило это в больших городах или в штатах таких как или ной таких как нью-йорк или калифорния они конечно же не идут потому что политики местные все куплены просто с потрохами сидят в кармане у мощного профсоюза профсоюза учителей и они в первую очередь не заинтересованы в том что была некая альтернатива системе публичной системе образования потому что те кто работает в публичных школах они все являются членами профсоюза они все платят профсоюзные взносы профсоюзы ворочают миллиардами влияют на поле покупают политиков по сути дела и я не знаю как изменить эту систему я не знаю но это большая при большая проблема поэтому смотришь в акциях принимает участие молодежь молодежь которая твердо верит что наша страна является таким воплощением зла на земле ненавидят страну ненавидят гимн ненавидят флаг жгут флаги национальные и не дай бог случись какая беда там скажем какая-то внешняя опасность люди которые ненавидят эту страну они не будут ее защищать они с готовностью ринулись разрушать и уничтожать все что создано предыдущими поколениями просто вот с радостью с такой с энтузиазмом с таким я понимаю лицемерных политиков я понимаю что это год выборов я понимаю что все что происходит связано исключительно с этим событием тем более учитывая что популярность президента трампа среди афроамериканцев достигла но невероятных высот просто беспрецедентных это на самом деле ставит крест на мечте демократической партии победить на выборах поэтому ну традиционно каждые два каждые четыре года разыгрывается расовая карта демократы держат в гетто афроамериканцев там сейчас и ну потом они еще одну группу выделили латинос но особенно афроамериканцев которые составляют 14 процентов населения страны голосуют блоком сейчас вот идет разговор о том чтобы так сказать лишить финансирование полицию или сократить финансирование в некоторых случаях как минеаполис вообще искать ликвидировать департамент полиции а и звучит так инвестировать деньги в молодежь вот в этих общинах другими словами в очередной раз какие-то деньги будут направлены на то чтобы афроамериканцы принимали участие в выборах и голосовали это инициатива была барака обама в свое время поддержи своего брата там миллионы долларов были туда кинуты и на самом деле все это было направлено на то чтобы привлечь их голосование то есть покупались голоса афроамериканцев ничего другого за этим к сожалению не стоит если если бы они действительно беспокоились и заботились о якобы существующем расизме 8 лет предыдущих в белом доме сидел барак обама ему помогал джо байден два года они были в абсолютном большинстве в конгрессе если бы эта проблема их действительно беспокоило если бы они не культивировали если бы они не использовали своих политических целях они могли бы предпринять какие-то шаги чтобы эту проблему разрешить на самом на самом деле этой проблемы не существует но они умело ее используют причем использовать за счет наших средств сегодня в конгрессе черный кокос предлагает законопроект о том чтобы сократить финансирование вооруженных сил а перенаправить деньги в гетто опять с одной единственной целью то есть они голоса своих потенциальных избирателей хотят купить за наши деньги вот все что происходит но с этим 4 мешаясь это вообще к югу можно по-разному относиться на это абсолютно демократическая 5 плантаторская система то есть гетто как плантация и деньги идут не на то чтобы чернокожие получали возможность вырваться оттуда чтобы мотивацию получали быть такими же как и все остальные нет у твои жертвы живите на пособие и страдаете потому что вы несчастная абсолютно система нет ничего не изменилось если вдуматься совершенно верно просто если раньше они должны были работать что-то делать сейчас их задача заключается в том чтобы пойти проголосовать за это мы будем вам платить деньги но с как бы с политиками все понятно я всегда говорил что демократы не перест не остановится ни перед какой подлостью или преступлением с тем чтобы добиться власти но обыватели которые становятся на колени посыпают голову пеплом и извиняются за то что у них белый цвет кожи вот это вот это меня просто просто поражает или это люди лишены их каких-либо исторических знаний или вообще вообще какое-то представление какие-то элементарные навыки критического мышления существуют или нет в общем ситуация то рабы да ящий равна ситуация печальная грустная тревожная но не безнадежная потому что одно дело когда толпы идут громить и воровать бить и так далее другое дело когда идут на выборы если их не не рассадят по автобусам не повезут по карусели что имело место быть то возможно скорее всего так и будет все таки люди ковку которые не лишились здравого смысла которые видят всю опасность происходящего которые понимают что если ликвидировать полицию а дело так сказать наведение порядка отдать в руки антифы или black lives matter этих организаций понимают чем это грозит я думаю что они все-таки поднимутся сделают для себя вывод как бы они не относились к личности трампа мне порой тоже не симпатичен но дело-то не в этом на карте стоит гораздо больше нежели личность трампа и я думаю что вот это вселяет меня некую надежду на то что все-таки мы пойдем проголосуем и не позволим до конца разрушить эту страну причем когда мы говорили разрушить эту страну я раньше говорил о том что не физически уничтожить а вот так сказать превратить ее в нечто иное но сейчас мы видим что и физически готовы уничтожить физически буквально разрушить давайте мы сделаем перерыв потом вернемся продолжим и если будут вопросы я смотрю люди пытаются дозвониться обязательно примем звонки дадим возможность задать вопрос или высказать ваше мнение возвращаемся в программу час Ивана Денисова телефон студии по-прежнему 847 4005 200 если будут вопросы пожалуйста звоните вот это массовое падение на колени это вызывает отвращение и жалость и поэтому когда скажем в Джорджии полицейский афроамериканец отказывается по требованию толпы встать на колени и говорит что человек не должен перед человеком вставать на колени только перед богом это уже становится событием вообще что касается евреев то как объясняют знающие люди евреи даже перед богом не встают на колени это вообще чуждо еврейской традиции поэтому люди которые встают на колени скорее всего просто являются носителями еврейских фамилий которые похоже носили до них более достойные люди которые не вставали на колени это мерзко отвратительно и жалко выглядит давайте попробуем принять звонок добрый день добрый день серёж с днем рождения во первых всех благ а второе к ивану денисову вопрос мелькает в интернете такая фамилия как игорь панарин очень положительную информацию он вещает что на нем знает потому что там и про суд над клинтон он говорит и насчет английских разведчиков которые которые схвачены в америке что-нибудь об этом известно что я его впервые встретил в интернете панарин игорь да спасибо нет к сожалению с отечественными обозревателями русскоязычными я знакома хуже допускаю что это минус но времени просто не хватает очень много англоязычных авторов надо успевать читать или тех кого я уже знаю поэтому нет ничего не могу вам сказать но если он вам нравится и вы находите его работы статьи интересными очень хорошо спасибо большое насколько я понимаю игорь панарин когда профессор политологии российские но я не знаю что за этим стоит но порой он высказывает я не знаю про я и одно видео видел с его участием на ютюбе он размещает свои короткие такие пассажи не я вот ничего не могу да не знаю кто он что он но некоторые вещи звучат вполне себе рационально добрый день пожалуйста в эфире добрый день спасибо большое за передачу я тоже хотел бы спросить по-моему я его тоже вчера слушал я не помню фамилию обозреватели и это стало я хотел спросить что-то насчет клинтон слышно и осудили не осудили не наша грязная медиа ничего не об этом не говорит как будто этого не бывает мы сейчас как-то не до клинтон другое дело что как я понял продолжается на самом деле расследование что она происходила значит начать когда началась слежка за компанией трампа и тут тоже есть о чем задуматься почему все это совпало но ждем результатов я все-таки думаю что здесь результаты расследования они осенью появятся потому что трамп и барр они какой-то октябрьский сюрприз постараются сделать пока я ничего определенного вам не могу сказать значит клинтон апеллировала по поводу того что ее приглашали в суд ответить на вопросы под присягой как положено в суде и суд ее апелляцию отклонил на сентябрь назначено слушание где суд приказал ей ответить на вопросы то есть это уже для нее неприятная вещь поэтому это тоже может быть одним из поводов того что происходит это искать она потеет в этот момент потому что одно дело играть в прятки с конгрессом говорит что ничего не помню ничего не знаю или вот дозит метр когда идешь в суд ты отвечаешь под присягой это немножко другое я думаю что она потеет в этот момент я надо не потеть и она дожарится спасибо за ваш звонок так что для клинтон грядут неприятные моменты добрый день пожалуйста в эфире добрый день я хочу такой вопрос интересно кто-нибудь разъяснил этим ребятам которые кричат черные жизни знаменитый что жизнь отданная наркотиком разбою жизнь отданная улице вместо образования в школах нежеланием приобрести профессию ими то самими ценится они то сами ее ценят если они и сами не ценят кто же должен за них ее ценить да большое спасибо но я боюсь вы знаете ответ на мой вопрос если бы мы это объяснили то у вас в стране и я у нас я имею ввиду в мире вообще было бы больше таких людей как кларенс томас 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 совэл кэнди совэнс это замечательно потому что любой чернокожий великий человек это достижение действительно для всех нас но из-за того что им не объясняют мы получаем то что получаем но к вопросу о ценности жизни кстати вы интересную тему затронули ведь нам все совсем недавно все эти либералы с пеной рта говорили что для нас ценности жизни в жизни важнее всего и пусть мы лучше всех вас запрем по домам если кто-то кто-то один умрет а вдруг нет уже пожалуйста не надо дома сидеть то есть когда в висконесе после того вы помните говорили отмена приказа местного губернатора люди вышли на улице просто потому что им разрешили все все умрут а когда люди пошли если их людьми можно назвать конечно громить и совершать прочие действия как бы я уже избегаю нецензурных слов то это нормально оказывается ничего страшного а а медики которым мы должны верить оказывается даже тут я видел накатали целое письмецо что вот оказывается белый супремасизм это гораздо более страшная угроза здоровья чем коронавирус здесь хотелось бы мне пошутить что теперь то мы все с вами знаем как на работу не ходить да позвонишь врачу скажешь что доктор что-то у меня супремасизм разыгрался может я не подсвечу на работу но шутки шутками а это прямая дорога карательной психиатрии если вдуматься если завтра белый супремасизм объявят психическим расстройством и скажут что люди должны изолироваться подвергаться принудительному лечению и так далее и тому подобное то эти эксперты они с радостью подтвердят что да именно так и надо поступать белых супремасистов всех как один сумасшедшие дома и так далее поэтому здесь все тоже еще один подход до образование до шоу-бизнес поп-культура но врачи и тот самый научный комплекс это тоже опасность на самом деле спасибо большое не находите что еще много вреда приносит тем же самым черным такой подход их мнению что черные жизни важны а все остальные не важны это им приносит больше вреда расизм в чистом виде это особые права против которых и надо бороться потому что нельзя выделять определенную группу я вообще что сейчас у нас я видел российские оппозиционеры взяли лозунг russian life's matter это для борьбы вроде как с полицейским произволом у нас где это большая проблема поверьте мне чем соединенных штатах но на мой взгляд это это очень большая глупость такой лозунг использовать в принципе потому что само это понятие она настолько скомпрометирована и настолько связано с расизмом черным каким угодно что наши оппозиционеры они в который раз пользуюсь красивым английским выражением правда в переводе стреляют себе в ногу и себя автоматически увязывают не с разумной америка с погромщиками но я с вами согласен конечно же само по себе понятие оно отвратительное нельзя так говорить что определенные жизни имеют значение остальные нет спасибо добрый день пожалуйста в эфире я понимаю что те кто организует эти погромы и грабежи они в принципе также они участвуют в этом и они отвечают за это они ваебуют за это и по моему есть закон который против подстрекателей почему он не применяется это все таки хороший вопрос понятно хороший вопрос да вот мы как в прошлый раз о нем говорили да это закон 70 года я даже немного рассказывал его историю но не буду сейчас ее повторять и напомню тэд круз еще в прошлом году призывал рэй а что этот закон пора применять и брать антифу за соответствующие места и органы но рей стал говорить что нет это мы не можем в это не какая-то определенная организация и все такое прочее но в общем рейд конечно слезняк редкостный прямо скажем а сейчас совершенно верно этот закон на 70-го года я сейчас не вспомню его название рэкетер инфлюэнст энд коррапт организация что-то такое он должен быть применен потому что организаторы именно организаторы по нему должны отвечать за то что происходит сейчас и когда он будет применен я не знаю но самое время добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте здравствуйте днем рождения сергей и самых самые добрые пожелания и благодарность за вашу деятельность спасибо а я хочу сказать о том что почему бы не сказать с черным чтобы чтобы они посмотрели на проблему с другой стороны мне кажется что они каждое утро должны вставая благодарить всевышнего что их потомки а предки были рабами и они могут жить в совершенно цивилизованной стране со всеми правами даже немножко больше чем остальные и пользоваться этими правами что многие из них очень порядочные нормальные люди делают и добиваться чего-то хорошего а своей своей африке они бы и до сих пор сидели на дереве как обезьяны и у меня сложился такой слоган что российская карта это крапленная карта и подонки всех мастей пользуются при случае ею как козырной поэтому мне кажется что им нужно это объяснить может быть кто-то из них хотя бы поймет что они должны быть благодарны своей судьбе что они здесь спасибо вам я с вами согласен чернокожие население америки это на самом деле удивительно и во многом замечательная диаспора но как только они слушаются кого не надо они превращаются в управляемую массу принципе чернокожие американцы как писал джордж скайлер сам чернокожий это идеальные консерваторы это люди которые стремятся самими своими силами добиться успеха доказав всем что они лучше других и когда они это понимают когда у них это получается мы получаем джорджа скайлера мы получаем кларенса томаса томаса союла риэлдера на самом деле список очень длинный но как писал тот же джордж скайлер как только черные слушают демагогов и тому подобных подрывных как угодно их называйте элементов кстати марты лютер и кинга скайлер тоже таким относил то черная община ведет себя к деградации и уничтожению и скайлер им пророчил еще 60-е годы то что черные себя уничтожат если они не будут следовать законам и установкам той страны в которой они оказались к сожалению скайлеры не послушались и мы видим опять же то что мы видим у нас остается буквально наверное меньше трех минут времени а еще хотелось бы поговорить о том как из преступника сделали национального героя но я боюсь что тема она от нас не уйдет и мы наверное перед следующий раз нее начнем а пока просто для себя подумайте сами если вы слышите такие фамилии как сапка и ванцетти розенберге паркер вы там их по именам и знаем бонни клайд майкл браун теперь джордж лойд то кто это такие это герои левого движения я еще могу эдмонта перри назвать тоже такой был чернокожий бандит а кто это такие на самом деле бандиты предатели изменники люди которые были виноваты в смерти других которые нанесли серьезнейший ущерб своей стране своей общине кстати сакка и ванцетти на самом деле итальянская общине нанесли больше ущерб чем мафия во многом но всех их левые оправдывают и превозносят до небес это еще один критерий того как и почему мы должны оценивать левых кого они делают своими героями но вот немного подробнее тогда о том как этот процесс происходит и как даже многие адекватные люди вдруг начинают верить что розенберге невиновны сакка и ванцетти обвинили только потому что они иммигранты анархисты и так далее и тому подобное а джордж флойд это вообще ангел и какой-то там джентл джент эти про майкла брауна то что мы говорили но вот об этом тогда в следующий раз поговорим спасибо спасибо огромное иван и до встречи в следующий раз спасибо спасибо еще раз днем рождения и до встречи спасибо